А есть ли вопросы по докладу «Радикальная трахеолоктомия?» Десятилетний опыт из Института Герцена был доклад. Есть ли вопросы? У меня, Ирина Александровна, если разрешите, все-таки пригласите организаторов этого форума в президиум. Он завершается от профессора Берлева. И профессору Манчееву в президиум. Я бы хотел к вам обратиться с вопросом, Елена Александровна, из зала. Вот вы даете в рекомендациях при параметральной форме рака шеи и кематки проведение дистанционной лучевой терапии и потом спонтанный выкидыш. У нас, к сожалению, было таких два случая, и спонтанного выкидыша не происходит. Вот я хотел и тоже в зале спросить, были ли у кого-то случаи такие спонтанного выкидыша после дистанционной лучевой терапии? Вот поднимите руки, у кого были. Вот на какие сутки он происходит все-таки? Когда его ждать после окончания лучевой терапии? Честно говоря, не вспомню. Сейчас не вспомню, на какой сроке, но параметральный вариант была пациентка. И, в общем-то, так случилось, что она готовилась к лечению по поводу рака шеи и кематки. И во время процесса обследования случилась беременность. И вот поэтому пришлось столкнуться с этой ситуацией. И пошли на радикальную послучевую терапию. И произошел спонтанный выкидыш, то есть без каких-то там осложнений. Ну вот повезло в этой ситуации. Выли у кого-то случаи еще? Потому что очень нестандартные. Вот расскажите, пожалуйста, вот что у вас было и что вы сделали. И на каком сроке? Псковский онкодиспансер. Я вообще не радиолог, но знаю со слов своих коллег. Это было на сроке 8-9 недель и после второй укладки. Вот такое было. Но это уже было лет 10 назад. Больше таких случаев мы не наблюдали. И тоже без осложнений, да? Без осложнений, да. А можно тогда ваш опыт, Сергей Эдуардович? Спасибо. К сожалению, как написано в литературе, что там до 40-х суток происходит выкидыш. У нас была больная и 40 суток ждали. Потом, к сожалению, нам ничего не оставалось сделать. И как сделать кюритаж ей? У нас есть фотографии. Конечно, все это аккуратно. Боишься перфорировать. Потому что мы боялись инфицированного выкидыша. Боялись сепсиса. Несмотря на то, что мы начали антибиотики. Уже лейкоцитоз нарастал. Поэтому нам пришлось на это уйти. Потому что был параментаральный вариант. И в действительности тогда советовался со своими коллегами. И звонила Дарья Федоровна. И в институт Блохина. И каждый дает разные рекомендации. Как-то вот в действительности проведение дистанционной лучевой терапии. И на какие сутки происходит выкидыш. Это очень сложный вопрос. Было два случая. Потому что это был второй триместр. В первом триместре она выкинула все. А вот при втором триместре, когда уже все это внедрилось, очень трудно дождаться выкидыша. Два против двух получается. Но то, что у нас было, это ранние сроки. А у вас, к сожалению... Можно тоже это прокомментировать. Да, на ранних сроках. Вот у нас можно только ориентироваться на архивный материал. На ранних сроках тоже не было таких вот осложнений. А вот когда уже второй триместр, здесь даже больше показаний для малой кесаревого сечения. И далее по медицинским показаниям. И продолжение... И вообще начинать лучевую терапию. Есть вопросы по очень интересному докладу из Франции, нашего коллеги, по органосохраняющему лечению. Доклад касался и не только шейки матки, но и опухолей яичников. Может быть, есть какие-то комментарии по лечению пограничных опухолей? И... Полдов Игорь Викторович, Калининград. По поводу доклада нашего французского коллеги, по поводу заболевания эндометрия, промелькнула такая тенденция, что с сохранением яичников... Оперативное лечение, но с сохранением яичников. Вот как вот... Хирургическое лечение с сохранением яичников. По поводу рака эндометрия, который как бы гормонозависимый. Вы говорите о ситуации с сохранением яичников продуктивной функции. Да, вы помните. Мы говорили об этом в рамках моего доклада. Фактически, есть определенные случаи, когда мы сохраняем яичников продуктивную функцию при эндометриальном раке. В случае пациентов, если у нас первая стадия, если у нас также есть инвазия в миометрии, эти пациентки, их можно лечить при помощи гистероктомии только, с резекцией труб, без устранения яичников. У пациенток до менопаузы, при менопаузе. Если вы переходите к... Если вы предоставляете... Затем химиотерапию, например, для того, чтобы сохранить матку, вы можете оставить трубы, но при этом, если вы хотите авариальную функцию сохранить, для того, чтобы предотвратить раннюю менопаузу, мы можем предоставить подобное лечение, если у нас очень глубокое поражение миометрии, или это стадия 2 или 3. Но есть случаи, которые достаточно хороши для сохранения продуктивной функции, особенно у пациенток... Есть пациентки, которым мы можем предоставить, так скажем, сохранение продуктивной функции, сохранение матки, но есть, так скажем, и неуспешные случаи. Это возрастозависимая очень ситуация, то есть от возраста зависит очень много и от стадий, как мы с вами говорили в рамках доклада. У нас в институте онкологии тоже такая методика органосохраняющего лечения в аспекте сохранения яичников при высокодифференцированном раке тела матки в репродуктивном периоде у этих пациенток только высокодифференцированные опухоли с только неглубокой инвазией есть возможность сохранения яичников, но обязательно тоже информированное согласие пациентки. Я добавлю два слова от института Герцена. Мы располагаем на сегодняшний день большим опытом самостоятельной гормонотерапии начального рака эндометрии. У нас на сегодняшний день порядка 120 пациенток и мы считаем, что сохранение яичников при удалении матки необходимо только в случае, если пациентка будет использовать суррогатное материнство. С точки зрения сохранения гормональной функции мы предпочитаем яичники удалить и назначить заместительную гормонотерапию. По нашим данным, частота синхронного рака яичников в наших пациентах более 300 у нас было, 5%. Невысокий, но тем не менее процент есть. Поэтому мы яичники удаляем, если она не планирует суррогатное материнство. Но у 95 не было. Да. У 95. Да. Я согласен, я согласен с вами. Одна из локаций рецидивов у пациентов, рецидивирующих после операции, сохраняющих вертельность при раке матки, это яичники. Поскольку у этих пациентов, возможно, мы исходно могли пропустить у них просто метастазы в яичнике, поэтому в рекомендациях, которые мы обсуждаем на конференции, это, соответственно, использование МРТ исходной. Если вы получаете МРТ, вы можете четко обследовать яичники. Если вы тщательно отбираете пациенток в случаях без эндометриальной инвазии, то только у ссоциаций, вы должны говорить только о пациентах с первой степени. Например, наши корейские коллеги предлагают такую схему введения пациента даже при второй и третьей стадии заболевания. Мы с этим не согласны, с таким подходом. Если мы отбираем только пациентов, мы должны брать только пациентов с первой степенью поражения и без инвазии в эндометрии, то, соответственно, вероятность пропустить метастаз в яичнике минимально при нормальном МРТ. И это означает, что, естественно, такие ситуации возможны, но она минимальна. И есть, конечно, риск. Я согласен, есть риск, но он минимален. Причина летальных исходов при пограничных опухолях яичников каковы? Да, это очень хороший вопрос, на самом деле, поскольку сегодня у нас нет точного ответа, какова же подгруппа пациентов, которые погибнут от этого заболевания, кроме ситуации, когда мы говорим о пациентах с перитониальным распространением опухоли и карциноматозом. То есть, это единственная группа пациентов, которая четко сегодня понятна, у которой имеется повышенный риск инвазивного рецидива. Но кроме этой небольшой подгруппы пациентов, небольшой когортой пациентов, сегодня не имеется четко определенной группы пациентов с заболеванием первой стадией. Это небольшая группа пациентов, которая погибнет от этого заболевания. Это очень хороший вопрос. Я думаю, что следующий этап исследования в ближайшие два десятилетия, или, может быть, по крайней мере, В следующем десятилетии будет заключаться в том, чтобы выявить пациентов с первой стадии заболевания, которые погибнут непосредственно от опухоли. Я думаю, что эмоционозные опухоли – это та самая подгруппа пациентов, у которых имеется высшая вероятность рецидива смертельного. Возможно, это связано с тем, что исходно опухоль действительно достаточно, скажем так, в этой ситуации мы просто пропускаем небольшую группу инвазивной карциноматозы при пограничных крупных опухолях. И, возможно, это связано с естественным развитием эмоционозных опухолей, идут, конечно, и споры между коллегами. Но, кроме случаев муцинозных опухолей при заболевании первой стадии, у нас нет ответа в отношении того, какова же подгруппа пациентов, у которых имеется повышенный риск летального исхода. У меня к профессору Моррису вопрос. Учитывается ли при Ж1 протяженность поражения полости матки, стенок матки, локализация – это первое. И второе – в отношении удаления маточных труб при орган-сохраняющих операциях. По поводу первого опроса, ситуация следующая. Нет данных по этому поводу. Возможно, единственный критерий – это отсутствие инфильтрации в эндометрии. То есть, соответственно, опять же, МРТ в данной ситуации является очень специфической техникой визуализации, чтобы выявить это. В отношении локализации опухоли, вы знаете, здесь нет… Это не влияет на отбор пациентов в отношении повышенного риска инфляции в эндометрии. Другими словами, если у вас есть опухоль, которая близка к точке входа к устью труб, то, соответственно, очень сложно определить инфильтрацию в эндометрии. Но единственный критерий – это радиологические критерии для того, чтобы отобрать пациентов без эндометриальной инфильтрации. И иногда у некоторых из этих пациентов при гистероскопической резекции мы только в такой ситуации можем выявить опухоли. И иногда у таких пациентов, такие пациенты иногда отправляются к нам, попадают к нам с критерийом эндометрии первого типа, но после гистологического обследования инфильтрация в эндометрии после гистероскопической резекции. Другими словами, даже если МРТ у таких пациентов в норме, мы считаем, что наличие гистологических признаков фильтрации в эндометрии при гистероскопической резекции является противопоказанием к проведению операций, сохраняющих фертильность. Можно еще вопрос по докладу Елены Вильевны. Пожалуйста, прокомментируйте тактику. Она в ее докладе прозвучала, но не раскрыта тема о вирусной нагрузке вируса попилома человека в реакции ПЦР. Как поступить с ситуацией, когда обращаются пациентки с высокой клинически значимой нагрузкой вируса попилома человека, но с отрицательной цитологической и отрицательной кальпоскопической картиной? Спасибо, доклад. Вопрос очень интересный. Дело в том, что существуют данные о том, что высокая вирусная нагрузка имеет значение при прогрессии ЦИН от слабой дисплазии к тяжелой, и даже точнее к умеренной дисплазии. И по мере утяжеления тяжести неоплазии от умеренной уже до тяжелой, вирусная нагрузка падает. Я не успела прокомментировать тот слайд, который я вам показывала, исследование выполненное в Нидерландах. Когда показано, что вирусная нагрузка падает, это связывает с интеграцией ДНК вируса попилома человека в геном клетки. И тогда количество копий ДНК падает. Поэтому это такой тест, который, наверное, имеет значение для ранних процессов неоплазических. Вполне возможно, даже при отсутствии дисплазии, большая будет вирусная нагрузка. А потом, когда уже имеется выраженная дисплазия, она падает. Почему этот вопрос еще, так сказать, очень такой сложный и требует дальнейшего, конечно, и наблюдения. И почему я заостряла внимание на обязательном определении теста вируса попилома человека и персистенции его. Потому что мы не всегда цитологически можем определить цитологически. И вот этот тест с применением иммуногистохимического метода может нам помочь здесь. А может быть, дальше и МРНК, когда мы будем определять. Потому что вот вирусная нагрузка, она не позволяет нам сейчас на сегодняшний день. Скорее всего, просто она уменьшается. И в опухоли вообще она минимальна. Вирусная нагрузка в опухоли минимальна, уже в инвазивном раке. Это наши данные, это зарубежные данные. Микрофон, пожалуйста. Вирус, да, интегрированный вирус может находиться в двух формах. Эписомальная и интегрированная. Как вы считаете, в данных ситуациях, как рассматривать вирусную нагрузку? Потому что это две формы совершенно разные по своей значимости для развития, как вы понимаете, при инвазивных и инвазивных формах. Да, вот ваше отношение к данному. Вы знаете, я не могу сказать, что однозначное отношение. Почему? Потому что есть данные о том, что существуют эписомальные формы, эписомальные формы неоплазии, когда вирус существует в эписомальной форме. Такие данные есть. Они, может быть, неоднозначны. Опять, не так много таких вот исследований для того, чтобы однозначно. Но все-таки и наши данные, когда мы исследовали, говорили о том, что вирусная нагрузка падает. Вот я приводила это диссертационное исследование Евстигнеева и Лидии Анатольевны, когда мы смотрели вирусную нагрузку в опухоли при прогрессировании процесса уже от карцинома ин-ситу к первой стадии, второй и так далее. И у нас значительно падала вирусная нагрузка. Основываясь на своих уже данных, так сказать, наверное, скорее всего, я считаю, что большая часть все-таки это интегративная форма вируса пепилома человека, хотя описаны случаи рака при эписомальной форме. Спасибо всем за доклады, за участие, за вопросы. И мне все-таки больше, как практическому врачу, я работаю в онкодиспансерии. Интересно было послушать практическую значимость докладов. Очень хорошие доклады прозвучали в третьей сессии. Приятно слушать доклады, когда говорят не только о мировой статистике, но и делятся своим собственным опытом, потому что не забываем, что мы живем в России. И хотелось бы, конечно, поблагодарить президиум организаторов этой конференции, еще раз подчеркиваю, за практическую значимость докладов. И надеюсь, что еще раз нас соберут, и дискуссии, которые так бурные были, мы продолжим. Спасибо большое. Можно от организаторов. Я хочу поблагодарить оставшуюся публику на нашем очень длительном секционном заседании, с утра до вечера. Может, надо будет нам будущее делать более короткие. Это мы будем решать. И я хочу особо поблагодарить докладчиков, которые остались до конца, хотя выступали в начале, и сидят, уже скоро у них самолеты и поезда, потому что они ждут вопросов, дискуссии, ответственно относятся к своей работе. Спасибо им огромное за ту работу, которую они сделали до того, как приехать, чтобы выступить с блестящими своими презентациями. Спасибо те, которые прибыли издалека, Джона Грина. Спасибо Филиппа Морриса, который приехал, и они сделали замечательные доклады. Спасибо наших друзей из России, которые выступали с презентациями, выступали с докладами. Мы рассчитываем на будущие наши такие же совместные заседания. И еще мы просим наших докладчиков разрешения выложить их презентацию, если они будут согласны мы индивидуально с каждым, на нашем сайте, но в соответствующей закрытой форме для наших членов общества. Еще раз большое, огромное спасибо, и я еще передаю второму организатору, Игорю Викторовичу, который о нашем будущем будет говорить, наверное, на следующий год. Дорогие друзья, прежде всего, поблагодарить вас за эти два, на мой взгляд, очень прекрасных дня работы. И могу сказать, что это не только заслуга тех организаторов. Спасибо огромное за ваши впечатления. Но на самом деле эти два дня удались только благодаря тому, что мы с вами встретились вместе. Я понимаю, что такое, что сложно всегда ставить работу своих пациентов, планы немножечко поменять и приехать для участия в этом форуме. Но это на самом деле для нас очень важно, и это большая ответственность. И насколько нас хватит, мы обещаем вам, что и следующие наши встречи мы постараемся сделать для всех для нас интересными, замечательными, и будем стараться, чтобы и следующий год, в период этих Белых ночей, встретиться еще раз в Петербурге, и, может быть, сделать наше общение с каких-то уже других позиций, но по тем же проблемам, которые есть. Спасибо вам огромное. На самом деле все зависело только от вас, и нам очень приятно, что это время оказалось интересным. Спасибо огромное. Спасибо.